Доброго времени суток всем! С вами Виктор Князев. И сейчас мы с вами заведем почтовый ящик на Яндекс.Почте. Для этого мы вводим в поисковую строку нашего браузера нашу фразу «Завести почту на Яндексе». И в поисковой выдаче нам сразу выдается первая Яндекс.Почта. Это вот тот сайт, который нам нужен. Заходим на него, и здесь мы видим окно Mail Яндекс.Ру, нажимаем на регистрацию, потому как у нас еще нет здесь с вами нашего почтового ящика. Вводим свое имя, то есть я ввожу свое, вы, соответственно, вводите свое, то есть есть смысл вводить именно свои фамилии и имена, потому как, во-первых, вам это будет удобнее и смысла, как бы, скрываться, по-моему, нет никакого в этой теме. Далее Яндекс вам предлагает словосочетание, которое он уже сделал по вашей фамилии и имени. Вы можете взять любое, либо из этих, которые он вам предложил. Ну, допустим, мне вот тут ничего не нравится, я могу взять из своих, допустим, в таком плане, то есть нужно писать английские буковки обязательно. Так, вот, Вы, Князев у меня есть, но 555 занят, я знаю, а вот, допустим, 556, я думаю, будет свободен. Вот Вы, Князев, 556 на Яндекс.Ру, то есть меня вполне это устроит. Далее, вводим свой пароль, то есть пароль придумываем сами, английскими буквами, желательно, чтобы это были буквы и цифры не менее шести. Затем, вот нам Яндекс пишет, что пароль хороший, то есть когда зелененьким загорается, повторяем его в нижней строчке, он нам показывает, что совпадает все у нас. Здесь далее, если Вы хотите ввести свой мобильный телефон, можете вводить, можете и не вводить, то есть Вы нажимаете, у меня нет телефона, и здесь в контрольном вопросе выбираете свой вопрос, либо задаете собственный, ну, допустим, вот, я выберу марку моей машины и напишу у Вас. То есть для чего это нужно? Этот вопрос нужен для того, чтобы в случае утери контроля над Вашим почтовым ящиком, Вы смогли его восстановить именно по контрольному вопросу. И нажимаем завести почту, ну, или по телефону, если телефон не указывает, обязательно контрольный вопрос ставится. Нажимаем завести почту, и здесь нам предлагают ввести вот эти капчу, так называемый, вот этот шрифт, слово, которое здесь нарисовано. Здесь у нас написано по-русски, здесь пишем уже кашира, большими буковками, то есть, чтобы понять, что это не робот. Нажимаем продолжить. И нас с Вами сразу перебрасывает уже в наш почтовый ящик. Здесь у нас с Вами сразу первое письмо, то есть, может быть, здесь рекламка быть по поводу соцсетей, но в данной версии рекламки нет здесь. То есть, мы сразу попадаем в Ваш почтовый ящик. И здесь Вам сразу предлагают, первое письмо приходит от сервиса Яндекс, предлагает собрать всю почту в единый почтовый ящик. Ну, мы его читаем, либо помечаем, то есть, для интереса можете почитать. То есть, это очень полезная функция, в принципе, для того, чтобы несколько почтовых ящиков, если Вы имеете, соединить их в один, значит, подключить другие почтовые ящики, смотреть их все через один. Это довольно удобно. Итак, мы находимся в почтовом ящики, который мы только что заявили. Здесь Вы увидите, вот здесь в окне, название Вашего ящика, то есть, можете его копировать и занести себе в блокнотик. Это письмо Ваше. Здесь вот тоже название ящика есть. Таким же образом. Далее, здесь же можно поменять тему оформления, то есть, цветовую гамму, извиняюсь. То есть, она может быть вот в таком виде, зелёным, либо там, голубом. То есть, как Вам нравится. Далее, здесь, что мы ещё с Вами можем... То есть, здесь есть лёгкая версия, но если у Вас компьютер очень слабенький, но, в принципе, я думаю, что сегодня либо приложение для телефона. Сегодня все компьютеры уже более-менее тянут любую почту. Поэтому вот в таком интерфейсе наиболее удобно пользоваться Яндекс.Почтой. Далее, значит, мы с Вами выйдем из этого почтового ящика вот таким образом. То есть, выход. И сейчас попробуем зайти в наш же почтовый ящик, который мы завели до этого. То есть, мы опять же набираем фразу, либо мы сохранили эту страничку, Ctrl D, либо набираем фразу опять «Завести почту» или «Почта на Яндексе просто», если не сохранили до этого страничку. «Почта на Яндексе». И заходим уже непосредственно вот таким образом туда же, в эту же Mail.ru. Можно и сохранить эту страничку, Ctrl D сделать, закладочку сделать. У меня уже есть они, эти закладочки. Значит, Вы выбираете, если Вы в Google, вернее, в Mozilla находитесь, выбираете соответствующий раздел, нажимаете и готово. Далее, здесь вводите свой логин, который Вы придумали. Здесь вводите свой пароль. Пароль забиваете на английском. И входите в почту. Можете запомнить свой пароль, чтобы его потом не набивать много раз. Далее, эти все рекламные меточки можно отключить. И вот Вы опять в почтовом ящике. Поэтому пользуйтесь своим почтовым ящиками. На здоровье. На этом этот видеоурок я заканчиваю. До встречи в следующем.